Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 22 Так поступай и с ослом его, так поступай и с одеждою его, так поступай со всякою потерянную вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь. Нельзя тебе уклоняться от всего. Когда увидишь осла брата твоего или вала его упадших на пути, не оставляй их, но подними их с ним вместе. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами или яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать пусти, а детей возьми себе, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей, чтобы не навести тебе крови на дом твой, когда кто-нибудь упадет с него. Не засевай виноградника своего двумя родами семян, чтобы не сделать тебе заклятым сбора семян, которые ты посеешь вместе с плодами виноградника. Не паши на воле и осле вместе. Не надевай одежды, сделанные из разных веществ, из шерсти и льна вместе. Сделай себе кисточки на четырех углах покрывала твоего, которым ты покрываешься. Если кто возьмет жену и войдет к ней, и возненавидит ее, и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву, и скажет, я взял сию жену и вошел к ней, и не нашел у нее девства, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города, к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам, дочь мою я отдал в жену всему человеку, и ныне он возненавидел ее. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твои девства, но вот признаки девства дочери моей, и растелют одежду пред старейшинами города. Тогда старейшин того города пусть возьмут мужа и накажут его, и наложат на него сто сиклей серебра пени, и отдадут отцу от раковицы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развестись с нею во всю жизнь свою. Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у от раковицы, то от раковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего. И так истреби зло из среды себя. Если найден будет кто лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, лежавшего с женщиной, и женщину, и так истреби зло от Израиля. Если будет молодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. А от раковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего, и так истреби зло из среды себя. Если же кто в поле встретится с от раковицею обрученную и, схватив ее, ляжет с нею, то должно предать смерти только мужчину, лежавшего с нею. А от раковицы ничего не делай, на от раковицы нет преступления смертного, ибо это то же, как если бы кто восстал на ближнего своего и убил его, ибо он встретился с нею в поле. И хотя от раковица обрученная кричала, но некому было спасти ее. Если кто-нибудь встретится с девицей не обрученной, схватит ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу от раковицы пятьдесят сиклей серебра, а она пусть будет его женою, потому что он опорочил ее. Во всю жизнь свою он не может развестись с нею. Никто не должен брать жены отца своего и открывать край одежды отца своего. Продолжение следует...